Этот плакат имеет историю. Это знаменитые слова Папа Урбана Второго. Я православный, у меня это плакат Папа Урбан Второй, 12 века. Когда ему в ответ на жалобы его неправомерного суда, на его письмо, что жалуется на графа Фландского, что неправомерный тот суд, он сказал, что я служу по обычаям страны. И он ответил, что Господь сказал, что мы имя истинно. Он не сказал, что мы имя обычая. Христианская вера не нуждается в такой защите. Это как-то совершенно безумие полное. Это такой фашизм, который уже зашкаливает. Потому что вера эта... Христос призывал к любви, а вовсе не к тому, чтобы во имя Его сажали людей в тюрьму. Это просто безумие. Такие решения суда – это прямое оскорбление всех чувств христиан настоящих. Я сейчас даже говорю, видите, я не говорю даже православных, я говорю всех христиан. Потому что это не важно, православный ты католик или протестант. Потому что мы так или иначе, мы все братья во Христе, и у всех одно и то же. Христос сказал, азмь есть любовь. Он не сказал, азмь есть ненависть. Это колоссальная вера в том, что этот мир стоит на любви. И если ты живешь любовью к людям, то ты живешь с Богом. Если оскорбился, пойди покайся. Это грех вообще оскорбляться. Были страшные просто репрессии, террор государственный. Теперь у нас в государстве Бог есть, новая игрушка. Теперь они играются Богом. И используют Бога для того, чтобы преследовать инакомыслящих. И доводят это до абсурда. Ну, пока не расстреливают. Но ведь сажают уже. Уже вот Крамелецкого осудили. Это, конечно, безобразие. Никакого отношения к христианству не имеет. Поэтому мы как раз против преследования за оскорбление чувств верующих. Его осудили на год и три месяца колонии-поселения за то, что он опубликовал картинку про крещение, про купание. И вот, которая насмешливо, ну, как-то критически и насмешливо представляла вот эту повальную манию на крещение лезть в прорубь. Подали на него в суд вот люди, которые считают, что они православные. Они имеют право оскорбляться. Как определить, какое чувство оскорбили, как определить верующего. То есть это совершенно репрессивный закон, который развязывает руки для того, чтобы сажать кого угодно.